Каждая бюджетная копейка на счету. В этом году случаев нецелевого использования денег муниципальными службами стало меньше на 20%. Об этом говорили на заседании городской антикоррупционной комиссии. Впрочем, несмотря на положительную динамику, проблема остается. Правоохранительные органы выявили 129 нарушений коррупционного характера. Такую ситуацию Олег Фурсов называет недопустимой. В каждом из этих вариантов есть конкретно управленческие решения. Если не хотят люди работать, они должны освобождать свои места. Если не могут работать, времени было достаточно для того, чтобы научиться. Игнорирование решений антикоррупционной комиссии – это тоже проявление коррупционных, наверное, каких-то рисков. Мало констатировать факты, уверен глава администрации Самары. Необходимо действовать. Тем более сегодня, когда город работает в режиме строгой экономии. А это значит, что меры борьбы с коррупцией должны быть более жесткими, считает Олег Фурсов. Особое внимание нужно уделить сфере закупок, снижению первичной цены, установленной заказчиками. У меня уже было несколько примеров, начиная с закупки дорожной техники. Когда после личного моего вмешательства на 20 миллионов упала цена. А в результате торгов еще на 19. Незнание законов никого не освобождает от ответственности, подчеркивает глава администрации Самары. Павел Баймаков, Марина Матвейшина, Максим Гусев. События.